Клубы дыма, открытый огонь и даже иногда слышны звуки небольших взрывов. По предварительным данным, полигон твердобытовых отходов загорелся в 9 часов утра. По словам сотрудников полигона, сразу после этого они вызвали тяжелую спецтехнику. На 15 часов площадь возгорания составила примерно 300 квадратных метров. Очагитление, как и положено, засыпают песком. Здесь работают три фотона, два КАМАЗа, две ПК, два погрузчика, бульдозер работает, грейдер подойдет, две водовозки. Вроде бы все названо. Когда рассчитываете потушить? Рассчитываем в 8 вечера ликвидировать. Не ликвидировать, а локализовать. В управлении ПЧС пояснили, только после того, как возгорание локализуют, его будут устранять. Полностью это сделать рассчитывают к полудню завтрашнего дня. Причины возгорания предстоит установить. Либо это поджог, либо был завезен уже тлеющийся мусор. Естественно, его когда разгрузили, возможно, это повлияло на распространение огня. Предстоит установить и хозяина этой сумки. Тревожную находку обнаружили около торговых павильонов на мини-рынке района ПВЗ. Нам мужчина пришел, сказал, что уже около 40 минут сумка лежит. Мы сразу позвонили в полицию, когда сами увидели, в окно выглянули. В итоге работа торговых точек была парализована на полтора часа, а в сумке оказался кусок фольги, блок питания и старый дуршлаг. Избежать подобных ЧП в школах Улан-Удэ помогут видеокамеры и силовые структуры. В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии обследовали образовательные учреждения. Так, в школе номер 17 на сегодня установлено 19 камер внутреннего видеонаблюдения. Всего сотрудники ведомства побывали с проверками в 979 школах города. Оксана Тантоева, Сергей Костенко, Батогармын. Новости дня.